Нам понадобится мука, масло, сахар коричневый, сахарная пудра, яйцо, мед, коньяк или ром, или любой другой крепкий алкоголь, разрыхлитель для теста, корица, имбирь. Я готовлю тесто с помощью кухонного комбайна, но, конечно, все можно сделать руками и ножом. Нам сейчас нужно смешать муку и охлажденное сливочное масло. Получается вот такая вот крошка. В нее добавляем коричневый сахар и специи корицу и имбирь. Еще раз все смешиваем. Добавляем разрыхлитель и очень-очень быстро, буквально несколькими импульсными движениями размешиваем. Теперь добавляем жидкие ингредиенты. Мед, яйцо и наш алкогольный какой-нибудь напиток. Смешиваем все до образования комка теста. Ну вот то, что я и говорила. Тесто в процессе замеса сбилось вот в такой комочек. Вот нам его и нужно. Смотрите, тесто очень мягкое. Если оно липнет к рукам, вот у меня, видите, оно мягкое, но оно к рукам не прилипает. Если оно у вас липнет к рукам, добавьте еще немножко муки. Но нам вот такое мягкое и нужно будет тесто. Тесто мы достаем, скатываем вот в такой шар, закрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник минимум на 20 минут, а лучше на минут 30-40. Но 20 минут это прямо самый-самый минимум, чтобы у вас потом получилось печенье. Поверхность, на которой мы будем раскатывать. И начинаем скалкой раскатывать тесто. Поверхность, на которой мы будем раскатывать. Остается еще сахарная пудра для того, чтобы украсить наше имбирное печенье. Можно сделать глазурь, можно просто сверху посыпать сахарной пудрой. Можно еще использовать вот такие карандаши, чтобы рисовать глазки, сердечки, каким-то образом украшать. Я выбираю самый простой вариант. Я просто посыплю сахарной пудрой. ПОДРОДИСМЕНТЫ 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 ПОДРОДИСМЕНТЫ